Привет, народ! Вы находитесь на канале Мысли-Слух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Еще раз говорю, что на этом канале я выкладываю только свои мысли, никаких лозунгов, никого не призываю ни к мятежам, ни к бунтам, ни к демонстрациям и прочее. Итак, сегодня я задумался над такой темой. Как хорошо, что я живу в частном доме. Блин, я представил, был в гостях у человека у одного. Цель всей жизни в панельном доме была построена в Советском Союзе. Людей из деревень переманивали в города для того, чтобы человек, работая на заводе с 6-5 утра, мог прийти домой. Ему там водопровод, санузел, тепло зимнее, чтобы печку не надо было топить, руки можно было помыть, воду таскать не надо. Задумался для того, чтобы пришел с работы, пожрал, упал спать. Утром проснулся, пошел на работу. Пришел я к этому человеку, имя он попросил меня называть. Я вам скажу, сидишь в этом панельном гробике. Одно окно, вот комната, четыре стены, потолок и пол бетонный. И одно окно во всю комнату. То есть там получается три комнаты, в каждом по окну, но они раздельны, там коридор, кухня. Блин. Я так себе посидел, подумал, я не могу жить в панельном доме, в квартире, в бетонном, вообще никак не могу. У них сейчас Советского Союза нету, сейчас у них жизнь заключается в том, что пришел с работы, ну, кто работает, завалился посмотреть телевизор. От телевизора встал, пошел, на кухню пожрал. Пожрал, пришел опять смотреть телевизор. Ну, либо сесть за компьютером, у кого есть компьютер, и сидеть за компьютером сутками. Это вообще труба. А если в выходной день, суббота, воскресенье, у кого нет удачи, он целый день сидит. Дома, у телевизора. И самая дальняя дорога, это до туалета. На кухню, то есть пожрал, посрал, телевизор посмотрел, поспал. В частном доме я утром встал, ну, летом, ладно, зимой. Надо печку затопить, воды надо принести. Сейчас коз завел, за козами надо убрать, коз надо покормить, снег почистить зимой. Летом в огороде, ну, у меня нету огорода, но все-таки частный дом. Надо иметь свой частный дом с хорошим земельным участком. Желательно, чтобы на нем было сельское хозяйство, какие-то животные, куры, козы, свиньи, можно даже корову, лошадь. Потому что вот это вот лентянечество, это в натуре лоды, бездельники, лентяи. Я понимаю, вы сейчас будете мне писать комментарии, там, что, о, ты там ничего не делаешь, ты там, ты-ты-ты-ты-ты. Не надо говорить, ничего не делаешь, когда не знаешь и не видишь. Приезжайте, я вам все покажу. Что я делаю, как и когда, и сколько. У меня минутки свободно нету, чтобы сесть вот вам в видео записать и потом смонтировать. В панельных домах, в капитальных, живут бездельники. Люди, переезжайте в частные дома. От этого у вас будет здоровье. Будет свежий воздух, если где-то в деревенской этой. Я понимаю, да, там говорят, о, трудно там воду таскать, дрова колоть. Да это в кайф, поколоть дрова. Воду не на саночках привезти, а взял ведро или коромысло. Я вам бочки ношу, чистая вода, 19 литров. На плечо закинул и пошел. Да, зимой печку топить, воду греть на печке. Но я двигаюсь, я хожу, я двигаюсь. А все люди сидят в этих панельных домах, наедают себе вот такие жопы, а потом пытаются похудеть, жуя геркулес. Короче, я сегодня побывал в гостях, стены на меня давят, вообще караул. Я сижу, мы пошли покушали, убрали посуду там, ее помыли. Потом пошли опять к телевизору. Посидели у телевизора, поразговаривали, не о чем разговаривать, делать нечего. Пошли к компьютеру. У компьютера пять минут, все, ну что там делать? Посмотрел там новости, какие в мире произошли, то, что не увидел по телевизору. И все. Это полная лажа. То есть, у меня негативное впечатление, что у меня сегодня весь мир перевернулся на вот эти дома, на клетушки, которые там седьмой, восьмой, пятый этаж. У тебя даже земли своей нету. У тебя есть пространство, висящее в воздухе над клочком земли, там 9 или сколько там, 20-30 квартир. И вот этот клочок земли, который под ними, он на всех, вот на всех этих людей, которые там, это если приватизированы. Ни земли, ничего. Короче, голова кипит. Кипишь такой в голове, караул. Везде, аж он, лицо горит, когда кто-то материт. Сегодняшняя моя мысль в том, что задумайтесь, люди, что вы живете, как живете, для чего живете в этих панельных своих домах. Это был Васильев Роман. Вы находились на канале Мысли Вслух 2.0. Вот здесь вот внизу ставьте лайк, палец вверх. И обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся, всем пока.